Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн углекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Программа Климат-контроль на Радио Болтком И в студии у нас журналист, пишущий о науке много Константин Рангс, добрый день Добрый день Ну что, да, сбываются все, в общем-то, мысли, пророчества, требования Греты Тунберг В связи с коронавирусом уже закрыто движение через Атлантику Не будем теперь портить воздух самолетами Вы знаете, действительно, это грустно, но с другой стороны и смешно Фраза о том, что нужно быть осторожнее со своими желаниями Они могут сбыться, они, в общем-то, реально Грета Тунберг полгода назад так топила за то, что вот нужно прекращать летать через Атлантику Вообще устраивать перелеты Как помнится, она там на яхте ходила через Атлантику туда-сюда Что нужно сокращать потребление, меньше ездить Вот туризм, все это плохо Ну и все, как она мечтала, случилось Мало того, в этот раз у нее первое за долгое время Она не вышла на забастовку Пятница для климата Вот, Friday for Climate Потому что она сказала, что она будет бастовать дистанционно Ну, через интернет, как бы, да, с плакатом И призвала своих сторонников тоже так поступать Потому что все-таки нужно беречься от коронавируса Но вот это тот самый пример такой случай Что действительно, казалось бы Что там, где коронавирус Какое отношение он имеет к изменениям климата А вот, пожалуйста, самое, что не на есть прямое Потому что сейчас действительно сокращается количество авиаперелетов А следовательно сокращается количество выбросов Но, судя по всему, это не особо кому-то радует Ну и даст ли это какой-то прямо позитивный, положительный эффект нашей планете И даже если вот месяц не будут летать самолеты через Атлантику Ну, конечно, все это, ну, чрезвычайно такие вот ничтожные вещи И тут действительно, если бы говорить о цивилизации То, конечно, имеет гораздо большее значение Вот эта вот ситуация с глобальной пандемией И хотя разговор-то идет о том Что, конечно, если была бы глобальная пандемия чумы Все было бы гораздо страшнее Но ведь, с другой стороны, специалисты, которые занимаются инфекционными заболеваниями Не отмечают вот это чрезвычайное коварство этого коронавируса Если бы он проявлялся за сутки То тогда заболевший человек, инфицированный Его было бы очень легко отследить И очаг заражения тоже можно было бы очень легко локализовать По одной простой причине Он сегодня находится здесь Вчера он был в городе Икс Встречался с теми-то, теми-то Вот прошли одни сутки Все, наше время вычислить очень несложно А вот теперь, смотрите, разговор шел Две недели, да, карантин? Две А если залезть в интернет, то можно прочитать о том, что Есть подозрение, что вирус может, так скажем, без проявлений Пребывать в человеке Или пока человек заболеет Где-то 20 дней А другие говорят, 29 дней То есть, что это означает? Это означает, что сколько в наше время При нашей мобильности человек может совершить контактов И сколько между нами уже людей, может быть, которые заражены Этим вирусом, но пока просто не знают Ну, пока просто не знают Тем более же, что, опять же, разговор идет очень серьезно О том, что заболевают тяжело И погибают прежде всего люди в возрасте Там же, что называется, кривая поднимается Чуть ли не по геометрической прогрессии И именно с возрастом А люди молодые, они могут, что называется, перенести это на бегу Это заболевание, но это все равно Ну, они, как вот французы Они, по-моему, одними из первых запретили посещение домов престарелых Потому что забежал внучок проведать бабушку И всех их там и положил Потому что ему-то ничего Он там покашлял, покхыкал И через неделю-две у него все закончилось Молодой организм, он победил инфекцию А что со стариками, уже, как говорится, это все очень печально И дело все в том, что действительно Сколько слухов говорилось, что медики не лечат людей там старше 70 лет 75 лет По одной причине, что не хватает аппаратов для вентиляции легких Как известно, одной из, так скажем Одной из компликаций осложнений этого заболевания Это проблемы, связанные с легкими, пневмония Нижние отделы легких И в результате получается, что человек не может получить нужное количество кислорода из атмосферы Для своего организма А если у него больное сердце То сердцу вообще становится совсем плохо Вот и все И человек формально помирает-то ведь не от коронавируса Он умирает, например, от того, что у него просто останавливается сердце Ну или какие-то другие органы Это уже надо к медикам обращаться Они, наверное, расскажут это со всеми деталями Но с точки зрения борьбы с такими массовыми катастрофами Существуют такие правила Сейчас единственное, что действительно может помогать Это вот такая вот жесткая, на китайский манер Жесткая система контроля за перемещениями людей И своего рода такой перевод жизни человека Из жизни, так скажем, в реалии в жизнь виртуальную Слава богу, вирус этот по сетям Wi-Fi не передается Ну вот это мне напоминает, может быть Я читал, что якобы на Красной площади во время парадов Еще, по-моему, в сталинские времена Специальные агенты НКВД стояли таким образом Чтобы они могли в случае необходимости схватиться локтями И локализовать вот по квадратам все пространство, где стоят люди И таким образом, ну вот потенциальные, не знаю, террористы или кто-то еще Не сможет выбраться из этого квадрата То есть он моментально будет локализован и обезврежен Он не сможет скрыться в толпе Но чем-то вот напоминает, то есть получается, что нас вот как бы вот локализовали Чтобы эти очаги сразу можно было подавить Вот понятно, что в этой клеточке вот у нас что-то происходит Но судя по всему, у китайцев получилось гораздо эффективнее У них централизованное управление, фактически там нет вопросов дискуссий Будут ли, будем мы устраивать такие мероприятия, не будем А что скажет муниципалитет, а может быть он что-то не скажет Вот сейчас во Франции муниципальные выборы, решили такие проводить Китайские товарищи решают вопрос очень четко Приказано сидеть дома, вот сидите дома Дальше вопрос, как вас доставить вам в воду Или допустим рис и витамины Это уже мы, как говорится, сами определимся И действительно, как они говорят, коммунисты вперед Старый известный лозунг Там же говорилось о том, что 50 или 60 умерло добровольцев-коммунистов Которые пошли работать, как по заданию партии, в самые такие сложно-опасные участки Ну то есть у них есть люди, которых можно послать Даже особо не спрашивая их интереса И есть люди, которые согласятся Вот это очень важный момент Но я хочу сказать, что в Италии Вот сейчас приходит сообщение о том, что Например, тоже, несмотря на то, что это демократическая страна Для того, чтобы выйти можно за продуктами По-моему, один раз в несколько дней И у человека должен быть специальный документ То есть, я так понимаю, в котором отмечается Что вот он вышел именно за продуктами или в аптеку И в аптеке там тоже строго стоит очередь на улице через метр И человек заходит в аптеку один И также один выходит И если человек, он не может предвить эту бумагу Или у него там где-то отмечено, что он уже выходил в неположенное время Ему грозит крупный штраф То есть, несмотря на все демократические принципы Здесь очень жестко итальянские власти взялись Ну, надо отметить, что ведь поначалу-то все было очень так довольно шалай-балтай То есть, очевидцы говорят, что еще в начале февраля месяца Итальянцы жили весьма привольно Пока цифры не начали расти, что называется, прямо на глазах Тут же очень же, видите, какой важный момент Всемирная организация здравоохранения Очень положительно относится к китайскому опыту И стоит вспомнить, что ведь новое – это хорошо забытое старое Ведь именно жестокими, если не называть драконовскими методами Пытались бороться с вирусом испанского гриппа Ровно сто лет тому назад И применялись очень жесткие меры И до этого, например, были крайне жесткие меры В отношении заболевания чумой, холерой То есть, на самом деле, в общем-то, схема понятна Другое дело, что когда сейчас в наше время Уже появились возможности технические Допустим, то жизнь человека, она может быть гораздо более Ну, так скажем, комфортная даже в условиях изоляции Человек может коммуницировать Он может развлекаться Вот эти вот приборы, которые у нас в карманах или на столах Они позволяют, ведь инфраструктура не разрушается Как ни странно Она остается И вот эта инфраструктура, связи Вот, например, прямо же говорится о том, что Если вам нет необходимости ходить в магазин То ведь вы можете заказывать доставку продуктов на дом Можете, можете Вам оставят эти продукты около двери Но вам можно что-то, да, можно карточки Дистанционно, да То есть, и по интернет-банкингу То есть, но тут опять момент такой, что Самые уязвимые люди, пожилые, они не очень хорошо пользуются интернет-банкингом То есть, получается, что выбрать продукты и заплатить должны, допустим, их дети, внуки Но, с другой стороны, что мешает действительно их ребёнку сделать заказ на адрес своего, там, не знаю От папы, мамы, там, бабушки и дедушки Оплатить и таким образом решить проблему Ничего не мешает Тут как раз вопрос не только он может со своего счёта Он может взять карточки у родителей Обработать их спиртом Или спиртосодержащим вот этим вот дезинфицирующим средством По-моему, хлоргексидин Но это, опять-таки, всегда можно спросить в аптеке, чтобы посоветовали подходящее вам средство дезинфицирующее И сидеть и благополучно оплачивать своим старикам доставку товаров Проблема ведь в другом Пожилые люди очень привыкают к определённым товарам, которые им нравятся И это могут быть совсем не хорошие товары, не самые лучшие Но они им нравятся, они к ним привыкли Вся их жизнь, там, 60, 70, 80, 90 лет Она была связана именно с этими продуктами Вот если так говорить Почему все покупают гречку? Вот в наших, на постсоветском пространстве Чуть что гречка Гречка, она что, самый питательный продукт? Нет, ну она хороший продукт, да? Но нельзя сказать, что вот всё должно упираться в гречку Вот, а почему, например, бы не рис? Или, допустим, не очищенный рис? Тоже, кстати, очень питательный продукт и очень полезный Я имею в виду не очищенный рис Вот Или, допустим, вот макароны То же самое, найти разный продукт Но абсолютно уверен, что если для большинства людей вот этого возраста Если начать спрашивать, что заказать То тебе скажут, закажи гречку И причём не просто гречку А вот именно определённого сорта гречку Но ведь надо же принимать с другой стороны Что продавцы, сразу поняв, что люди хотят эту гречку Они тут же поднимут цены Вот, то есть, возникает иногда проблема в том Что вы что-нибудь закажете своим родным А они потом скажут, что ты заказал не то Вот это, кстати, останавливает этот сервис 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 У нас очень много звонков Здравствуйте Добрый день А вот у нас тут в Кауге есть три комиссионных магазина Там всякие безделушки Из Англии, из Европы, отовсюду И как вот с этим А секонд-хенды, которые вот у нас тут на почте есть магазин Который берёт продукты Товары, одежду Тоже из-за границы привозят И очень много, и уже давно привезено То есть, мы не знаем даже Может быть, действительно они были когда-то кем-то заражённые Что с этими магазинами делать Я вот сейчас думаю, пойти, не пойти Знаете, уже какая-то паника начинается Но вы разве постоянно, вот каждый месяц ходите в магазин Ну, каждый месяц я иногда захожу в эти магазины Ну, просто можно сделать перерыв или, например Но в любом случае, эта одежда обрабатывается Они-то открыты Понимаете, хорошо, я не пойду А другие люди, а продастся и в этих магазинах Ну, надо сказать, что большая часть Конечно, подавляющая часть всей этой одежды Да, секонд-хенд Она проходит химчистку Причём такую довольно жестокую Да, она обрабатывается Веществами, которые Должны, по идее, убить всё Вот И поэтому иногда даже Эта одежда чувствуется, что когда она свежая Приходит, она так попахивает таким химическим запахом Да, с другой стороны, видите, что ещё хорошо По счастью, вирусы, вот в частности этот коронавирус Он всё-таки месяцами и неделями и даже днями на поверхностях Не шибко-то и живёт У этого вируса есть одна особенность Он не очень хорошо переносит повышенные температуры Дело всё в том, что, как сейчас выяснилось Температура около 9 градусов Это для него верхний благополучный предел Температура выше Но это не температура человеческого тела Вот тут очень важный момент Сейчас в интернете масса рассуждений о том Что есть рекомендации Допустим, пить тёплую воду 26-27 градусов А с другой стороны возникает вопрос И, дескать, вирус должен умирать А возникает вопрос Почему человек в человеческом теле Температура 36,6 в идеале А он там, наоборот, начинает размножаться Вот как раз в теле-то ему и хорошо При 36,6 Но на поверхностях ему становится совсем, как говорится, грустно И разговор идёт о нескольких часах Ну, максимум полусуток И он начинает уже разрушаться Другое дело, что если вы находитесь в общественном месте Кто-то сидит, чихает, кашляет Эти микрокапельки влаги, слюны Седают на столе Пока они не высохли Они внесут себе вирус А тут подошёл другой человек Провёл руками по этому столу Потом давай ковыряться в носу, в глазах Там что-то соломинку выискивать И всё И он уже перенёс вирус К себе уже, родному Поэтому вот как раз и говорят о том Что необходимо обрабатывать горизонтальные поверхности Вот это те же самые столы Говорят, что нам делать Нету Кончились эти обеззараживающие средства Но надо заметить, что ведь в принципе Ну, в конечном счёте дешёвая водка в магазинах есть Можно и гея прыскать Допустим, тот же самый стол Протереть Тот же самый, вот я знаю Вот я знаю Хлоргексидин Хлорка известная всем Вот уж она точно всё умевает То есть, в принципе И вот я, кстати, тоже опять-таки вспомнил Старшее поколение Ведь они же, особенно после войн Часто же были всевозможные вспышки Я застал вспышку дизентерии в своё время Ну, это было 54 года тому назад На юге тогдашнего Советского Союза И да, действительно, обрабатывали всё И это как бы, ну, входило в такой называемый культурный ход То есть, может прийти какая-то зараза И надо к этому готовиться Сейчас мы малость подрасслабились Вот, но мне кажется, что вот эта вот история С коронавирусом Она сейчас заставит нас опять вспоминать Былые навыки Залезать в книжки Вот, и привыкать к тому Что мы должны помнить о том Что любая поверхность Она может быть рассадником заразы Но вы можете даже не видеть человека Который её тут оставил Ещё один звонок Здравствуйте Здравствуйте У меня такой вопрос Информацию вообще нигде не могу найти Я работаю в сфере похоронных услуг И вот у меня простой вопрос Если человек теоретически умирает от коронавируса Сколько он может прожить на трупе? Вот такой вопрос Спасибо Ну, вы знаете, такой вопрос Конечно, было бы очень хорошо задать медикам Особенно патологоанатом Я думаю, что слушатели были бы благодарны За то, что это действительно интересный вопрос Хотя печальный, но жизненный Известно же только то, что вирус уже просто тело Ну, оно не нужно Ему нужна живая клетка В которой он использует для того, чтобы реплицироваться Ведь это же очень интересная вещь Вирус, он как бы не вполне живой В нашем понимании Но и не мёртвый Это вот я говорю Есть прекрасное слово Репликаторы Такой образ фантастики Существа, которые разбирали другие существа Чтобы копировать себя Вот вирус Он действительно проникает в клетку Он же не ест в нашем понимании Не выделяет Вирус просто-напросто забирает молекулы Забирает тело этих самых клеток И строит из них себя Вот и вся его жизнь Больше он не делает ничего Он ничего больше не умеет и не знает Поэтому не нужно ему При каких-то особых свойств Бактерия, любая бактерия Любой микроб Я уж не говорю про такую прелесть Как инфузория туфелька Которую мы учили в школе Это же фактически гениальнейшее Огромное, сложнейшее устройство По сравнению с вирусом Который с точки зрения биохимии Примитивен Но, тем не менее Тут нужно учитывать Что когда тело уже разрушается То и ему, собственно говоря, среда Но сколько он там будет ещё существовать Это, наверное, очень такой профессиональный вопрос Который нужно обратиться к специалистам Алло, здравствуйте Здравствуйте Вот я так думаю Исходя из того, что вирус не любит В кавычках Высокую температуру Мне кажется, есть смысл обрабатывать Ну, положим, обувь Там или другие части одежды Паром Ну вот, например, феном Ну, я понял Да, обработать вот этим горячим паром Предметы одежды Это отпариватель в первую очередь Ну, так ясное дело, что в принципе Кстати, кстати Когда-то один раз я видел Такую рекомендацию Когда был грипп Какой-то из предыдущих Вот таких вот Ну, точно не могу вспомнить Но там шёл разговор о том Что предметы вот на кухне Можно обработать вот этим парогенератором Раскалённым паром Разумеется, ведь Что такое пар Пар, собственно говоря Переход воды В газообразное состояние При 100 градусах При 100 градусах Разрушаются практически все Так скажем Организмы В том числе и вирусы Поэтому, очевидно Если есть у вас отпариватель То это самое То средство Можно и стол обработать И посуду И одежду то же самое Можно прокачать Но в то же время Вот миф о том Что нужно Если боишься заболеть Бежать в сауну И там сидеть Прогреваться Это скорее можно Навредить здоровью Конечно И, кстати, очень интересно Я же действительно Много лет живу Работаю в Финляндии И в своё время Для меня был парадокс Когда я увидел Что нормальная финская баня Настоящая Это баня с веником Вот так вот даю Вот, кстати, вот Если посмотреть фильм Гайдаевский за спичками Который в Финляндии снимался Там герои Их, правда, играл невинный Леонов Но они парятся Вот нормальным способом Вениками Один другого охаживает Философствуют они там По поводу бани в раю Но дело не в этом Дело всё в том Что, да, действительно Нормальная Классическая финская баня Она такая же, как и русская Вот и натвийская Ну какая угодно В наших краях Мы с этой точки зрения Один регион Но В Финляндии в своё время Появилась такая схема Тоже для борьбы С инфекциями Кстати, у них же были тоже инфекции Вот Как во всей Европе Это Проколить баню До температуры Выше 100 градусов То есть Фактически Сухим паром Вот создать Ну Создать душегубку Вот так вот Можно сказать И мне одна пожилая финка Рассказывала Что она ещё очень помнит Что каждый Тот самый Два раза в год Они вешали в бане Свои вещи В том числе Вот Где могли бы Всякие насекомые Поселиться Да Вешали вещи Развешивали Бельё Допустим Если кто-то болел Или прочее После чего Отец семейства Прокаливал эту баню До какой-то совершенно Жуткой температуры Закрыв все Окна двери Таким образом Что называется Всё что там жило При температуре Там 110 120 градусов Всё это умирало Вот После чего Всё это вытряхивалось И складывалось До нового сезона То есть В принципе А уже вещи Нового сезона Опять-таки Прокаливались То есть Такая регулярная Жировая Прокалка Она Очень-очень Хороша Прокаливались Подушки Там Перин Всё что можно было Это был Простой Понятный И дешёвый способ Именно поэтому В такой бане Рожали Потому что Это было Самое стерильное Место Во всём доме Ну во всём Как сказать И действительно И сейчас Говорят о том Что это Но Фину нормальному Париться В этой Душегубке Ну это Только Знаете Как Понты Спорт Может быть Но по сути дела Считается Любой человек Может зайти На сайты Финского Банного Общества Набрать Финское По-английски Там есть Кстати Даже по-русски Есть одно Зеркало И прочитать Как Правильно Какая должна быть Баня Как правильно Париться И вы там Узнаете Что париться Вам При температуре Выше 90 градусов Уже вредно Для здоровья Но Дело всё в том Что конечно Можно сидеть И при 140 Но ваш организм Всё равно Будет на пределе Работать Чтобы обеспечить Себе температуру Ну 37 С копейками Максимум Потому что При 38 39 Уже начинаются Неблагоприятные Изменения В организме Как известно У меня один раз В жизни Было 39 И 8 Ну я практически Был В бессознательном Состоянии То есть Рассчитывать На то Что ты Залезешь В баню И прогреешься И от этого Вируса умру Это Мне кажется Совершенно Очень наивно Ну вот у нас Уже буквально Осталось Две минутки А можно ли Надеяться Что лето С его Ну вот все-таки У нас жаркие Сейчас начинаются С температуры Сумеет Как-то Снизить Вот эту Вспышку Заболевания Ну опять-таки Сейчас есть Сторонники Этой теории Которые считают Что как только Температура Поднимется К 20 градусам Вероятность Вероятность Что называется Поэтому надеяться Что сейчас Ученые Знают Уже Все И они До конца Конечно Тоже Очень Легкомысленно Ну что же На этой Такой тревожной Ноте Мы сегодня Завершим Программу Климат-контроль Константин Рангс Был сегодня В студии Спасибо большое До свидания Будьте здоровы